Хотя, в принципе, ресурс, который тратится для горячей воды, это, прежде всего, тепло, которое идет на нагрев, и холодная вода. То есть, фактически, шутка горячей воды. Горячая вода – это предводная от двух компонентов. Холодная вода – это тепло, которое идет на нагрев. То есть, приборы учет, которые мы ставим на потребителей, а у нас с окуляцией 253 дона, оснащены приборы на учет и с окуляцией действующие. Они показывают как раз-таки эти две компоненты. То есть, фактически, они показывают, сколько вы расходуете холодной воды, показывая объем горячей, да, и прибор показывает, сколько идет тепловая энергия вместе с этой горячей водой. Сейчас мы с вами каждый платим за кубы в час. То есть, вне зависимости от того, как вот я сейчас говорил, какой температуры горячая вода приходит потребителям. То есть, до 60 градусов, свыше 60 градусов. Эти компоненты фактически никак не учитываются. Двухкомпонентный тариф, кстати, который не кто-то что-то придумал, он определен законодательством. То есть, в 416-м федеральном законе говорится, что, правда, там было принято дальше решение, что может быть использовать двухкомпонентный тариф. 406-е постановление правительства, которое говорит о ценообразовании в отрасли водоснабжения, однозначно говорит о том, что начисление за горячую воду должно производиться по двухкомпонентному тарифу. Двухкомпонентный тариф – это две компоненты – холодная вода и тепловая энергия, идющая на нагрев. Если мы считаем по кубам в час, если мы считаем по двухкомпонентному тарифу, то разница во флоте для домов в циркуляции составляет, ну, грубо по одному дому в городе Берске 200 тысяч рублей в год. Это мы уже проверили, то есть, у нас есть показания приборов, там арифметика простая, то есть, либо вы на кубы умножаете, либо вы раскладываете на каждую из компонентов, умножаете на кубы по холодной воде и на тепловую энергию, которая приходит с этой холодной водой. То есть, я еще раз говорю, мы эти деньги, как ресурсоснабжающие, как и эти меды получаем. При этом тратим свои, как бы, ресурсы на производство этого тепловой энергии, то есть, тратим топливо, газ, уголь, сжигаем, то есть, а доходных части нет. С точки зрения жителей города Берска, я думаю, что ничего не поменяется, потому что вопрос, если будет введен двухкомпонентный тариф, это не значит, что каждый из вас будет платить дороже. Здесь может также ввестись в речи о дотационности. Скорее всего, то есть, мы говорим о том, что необходимо полностью все доходы, которые должны приходить в ресурсоснабжающие предприятия, что они должны быть. Иначе, в простом случае, у нас так будет постоянно, а на убыточной.